Приветствую вас, Ольга. Я бы сказал, что все вместе. То есть я бы сказал, что вы себя одновременно и накрутили, и у него есть к вам симпатия. Скрытая ли у него симпатия или нет, этого я конечно не знаю, потому что это может знать только человек, непосредственно, ну вот, непосредственно. Мужчина может только это знать. Но симпатия к вам у него точно есть, это совершенно очевидно на мой взгляд, на мой взгляд. Вот, другой вопрос, другой вопрос заключается в том, что дальше вы с этим будете делать, потому что, ну, совершенно очевидно, что вы в отношениях. Совершенно очевидно, что у вас, у обоих, есть отношения. И, в общем-то, нужно делать выбор, нужно что-то решать. Даже если эта самая симпатия присутствует. А у меня такое ощущение, что вы решать что-то как минимум не готовы. А если не готовы, то крайне не уверены и робко в себе это делают. Так что ваш вопрос, он не совсем такой, я бы сказал, корректный здесь. Вот. Потому что решать нужно в первую очередь вам, что вы будете делать. И как вы будете себя вести. Ну, ну, в дальнейшем. Дальше. Вот. Что вы будете делать. Потому что, если вы этот момент для себя не решите, вот, то ситуация будет, конечно, сложная. Очень сложная. Для вас. По той, собственно, про той достаточно причине, да, что... Вы для себя так и не определитесь, что вам делать. Как себя вести и... Чего вам хочется. Вот. У меня возникла ощущение, что вы... Как будто бы, знаете... Как будто бы... Обижены... Что-ли на... На своего друга. Вот. Такое у меня ощущение. Возникает. И... На мой взгляд вот именно с обидой. Вам нужно что-то сделать, что-то именно вот с обидой здесь нужно поработать. Вы от своего друга, условно говоря, ожидали одного, он вел сюда по-другому, и вы хотите получить, возможно, некую такую компенсацию за то, как он себя вел. Ну, радужность вам привел себя негативно, а сейчас его внимательное поведение по отношению к вам вызывает у вас некие чувства. Вы лучше себя чувствуете, вот, лучше себя ощущаете, вот. Лучше себя воспринимаете, вероятно, вот. И это нужно поисследовать, как его поведение, да, на вас влияет. Ну, на мой взгляд, по крайней мере. Вот это... Что-то я могу вам сказать. А в идеале, в идеале, то, что вы описываете, да, сводится не совсем к тому, какие у вас отношения к человеку, с вашим другом. А это сводится к тому, какие у вас отношения с вашим мужчиной сейчас. Какие у вас ожидания друга. И как вы воспринимаете сами себя. Вот это, то, что, на мой взгляд, действительно важно. А когда вы пытаетесь понять человека, когда вы пытаетесь понять, если у него к вам какие-то чувства, да, вот и прочее. То ничего хорошего из этого не выходит. Как правило. Вот. Ну, просто, опять же, просто потому, просто потому, что вы становитесь, условно говоря, такой вот зависимый от действий, от поведения, от поведения. Вот. Для вас в этом нет ничего позитивного. Кроме-скроме-скроме, только того, что вы будете чувствовать себя, крайне-крайне негативно. К сожалению. Вот. Такой ответ я мог бы вам дать. Я надеюсь, что это было полезно вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Значит, надеюсь, что ситуация разрешит. Спасибо.